Как это произошло? Воскресенье. 15 минут 8-го это было. Я смотрел новости российские. Потом центральные двери затручились. Я встал, думал, может кто-то стучится. Подошел сюда и взрыв дальше. Я вот там очнулся. Потом прошло. Потом вызвали директора общеобразовательной школы Андрея Васильевича Удовенко. Вызвал скорую. Приехала скорая. Сделали мне кардиограмму сердца и два укола. Но вы не пострадали. Вот так не пострадал, но тут вот осколок был. Вот тут пролетел. Видно, забрали уже осколок. Вот, осколок попали. Сейчас. Сейчас начнем. Нет, не надо. Как с вами нам. Уже осколок забрали. Ну, смотрите. Здесь осторожно, потому что это деформационный шок между двумя блоками. И там, скорее всего, насыпалось. И вот она просила. Значит, вчера, 18 октября 19.15 произошел обстрел в школу 61 в лицей с информационным профилем. Как мы предполагаем, это были артиллерийские или танковые снаряды, потому что осколков было не так много. Но пробить вот такую кровлю сложно. Обрушение и пробитие кровли в спортзале, вот мы с вами где находимся, и в здании бассейна. Вот, к счастью, никто не пострадал, кто находился в этот момент в школе. Ну, а повреждения, конечно, очень серьезные, тем более осенью, перед зимой. Конечно, это все очень-очень печально, потому что мы очень готовились к началу учебного года. Дети просто осаждают школу, хотят прийти на занятия. Но, к сожалению, мы пока с ними работаем только дистанционно в этой школе. Ну, а так планируете это все восстанавливать? Ну, мы, естественно, прежде всего мы хотим закрыть сами эти пробои, для того, чтобы во время дождя не затекали, и сами помещения спортзалов и бассейны. Под этим спортзалом находится очень хорошее, мы недавно отремонтировали, столовую школьную, красивую, там, хорошо оборудованную. Поэтому, конечно, прежде всего нужно закрыть кровлю, чтобы дождь не попадал. Ну, а потом уже с институтами будем определяться, как это сделать уже капитально, для того, чтобы восстановить полностью всю кровлю. Вот такой еще вопрос, а как вы думаете, кто стрелял? А что тут думать? Если мы видим, что это бронебойные снаряды, очевидно, то ли это из района Песок, то ли это из района Курахова или Маренки. Однозначно, мы же слышали и видели даже, как летят эти снаряды. Поэтому это били с той стороны. А почему именно сюда не знаете? Ваши предположения. Такое впечатление, что били куда попадет. Потому что попали в жилые дома на улице Кутузова, на Савченко, в нашу школу. Снаряд разорвался буквально в 100 метрах от огромной котельной. У нас здесь на поселке находится котельная на улице Ионина. Она обслуживает половину Киевского района. Это такой объект, который очень был, наверное, привлекательным для того, чтобы повреждение. Да, да, да. Но, слава Богу, котельная работает. Тепло в дома идет, в школу. В школе отопление работает. И электричество. Все, слава Богу, сохранилось. Так что, будем говорить, отделались... Легким испугом. Ну, малой кровью, что называется. Слава Богу, все люди живы. И материальный ущерб в основном по спортивной базе. Хотя у нас в школе, кроме общеобразовательной школы, есть еще своя спортивная школа, своя школа искусств. Мы входили когда-то в проект «Школа будущего». Все старались, сделали, но кому-то, наверное, это не нравится. Спасибо. А вы посмотрите, сколько посекло. Надо посмотреть, чем это все-таки. Да, 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 хорошо. Спасибо. Все, пошли. Все, пошли. Возьмем. Рамку можно снизить, короче, да? А длинную сюда будет. Папа раненый, видите, в крови. Он жив, да? Нет, вот тут вообще ничего. Детская? Да, вот тут были. Дочка говорит, мама, что-то красное летит. Она на роликах уехала, видать, этой волной бросила, порезала все. А может на улице с собакой гулял, и там осколки, стекла, осколки порезала. Это просто стояло под домом, да? Вот она вот так вот и стояла. Это уничтожение народа. Кто-то тупо уничтожает их все. Ну уже скажите нахер. Спасибо. Спасибо.